Итак, у нас уже 14 часов, и мы начинаем наш, можно сказать, юбилейный пятый вебинар. Сегодня у нас два интересных спикера, две интересные темы. Первый спикер – это Елена Касьянова из города Королев. Проектная деятельность в работе инструктора по плаванию в дошкольном образовательном учреждении. И Алфеева Елена из города Курган. Дети-родители. А, у меня здесь не видно продолжение. Детский сад. Важные вопросы социального партнерства. Итак, первый спикер – Елена Касьянова. Вам слово. Включаю вашу презентацию. Всем добрый день. Большое всем спасибо, кто заинтересовался темой моего выступления. Проектная деятельность в практике инструктора по плаванию или инструктора по физическому воспитанию в дошкольном образовательном учреждении. Я работаю в городе Королев в муниципальном дошкольном учреждении номер 40 «Яблонька» инструктором по физической культуре и в спортивном зале, и в плавательном бассейне. Прежде чем раскрыть тему сегодняшнего вебинара, я бы хотела дать определение двум понятиям. Понятию инструктор физической культуры в дошкольном образовательном учреждении и понятию проект. Наша профессия – инструктор по физической культуре – уникальна. Пусть она не такая публичная, как учитель или тренер спортивной школы, но наша миссия как педагога, как специалиста дошкольного учреждения – это обучение правилам. Правилам поведения, правилам жизнедеятельности. Мы впервые знакомим воспитанников с окружающим миром и его устройством. Учитель физического воспитания в школе реализует учебную программу. Тренер детской и юношеской спортивной школы ориентирует детей на достижение максимально высокого результата и подводит к кедесталу. Фитнес-тренер обучает просто навыку плавания. А инструктор доу выстраивает платформу «Фундамент», сверху которой пойдут постройки и надстройки будущих знаний и умений. Чем прочнее фундамент, то есть усвоение правил и интерес к познавательной деятельности и обучению, тем разнообразнее и мощнее могут быть достижения взрослой жизни наших воспитанников. Используя проектную деятельность, инструктор по физической культуре учит плавать, учит правилам техники безопасности, организует и проводит досуги. Также организует открытые занятия, мастер-классы, физкультурные мероприятия для родителей и специалистов, проводит теоретические занятия для воспитанников и коллег, мотивирует к активному здоровому образу жизни, знакомит воспитанников с окружающим миром, проводит совместную продуктивную деятельность. То есть, обобщая все выше мною сказанное, можно сказать, что инструктор в дошкольном учреждении – это генератор идей, мотиватор, креативщик, так как он сам очень любопытен и любознателен. И второе определение проекта, оно взято мной из свода знаний по управлению проектами. Так, в принципе, проект, он и пришел к нам из управленческой деятельности и был адаптирован к педагогическому. Мне понравилось определение, которое звучит таким образом. Проект – это временное предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результата. Вот и хочется сегодня мне поговорить о создании того самого уникального продукта, о том, где черпать вдохновение педагогу и последовательности действий над его реализацией. Актуальностью моей темы, я считаю, что многие специалисты по плаванию, я имею в виду тренеров, инструкторов, фитнес-центров, не очень с большим желанием идут работать в образовании. И тому есть две большие причины. Первая – это материальная, не очень высокая заработная плата. И вторая, наверное, более значимая – это психологический фактор. Так как тренер в спортивной школе, он царь и бог, родители настраивают своих детей на определенную деятельность. Дети приходят в секции с хорошей мотивацией. Тренер имеет право, как отобрать детей, более способных к данному виду спорта. И это благодатная почва для работы на результат, когда все участники процесса движутся к одной общей цели. И в противовес образования, где масса детей без предрасположенности к данному виду спорта, да и мотивация у родителей, как следствие у детей, не всегда высока. Очень сложно выстраивать отношения, если человек, тем более, максималист по отношению к себе, как к специалисту. И, может быть, он не всегда может себя адаптировать к работе с таким контингентом детей. Тем более, что приоритет родителей в последнее время, он склоняется больше не к физическому развитию собственных детей, а больше направлен на подготовку к школе, на изучение иностранных языков, конструирование, логика и так далее. Вот, возможно, по таким причинам не всегда в дошкольные учреждения приходят специалисты с большим багажом собственного плавательного опыта, специального образования. И часто бывает, что это люди, которые в лучшем случае прошли переподготовку. Им очень сложно выстраивать занятия с учетом всех нюансов, которые могут возникнуть. Но большое уважение, наверное, вызывает то, что все-таки они стараются, читают фундаментальные монографии таких авторов, как Нина Жановна Булгакова, Асокина Татьяна Ивановна. Но в изучении, в самостоятельном изучении таких монографий есть и некоторый негатив, потому что адаптировать те методические рекомендации, которые даются в этих монографиях, не имея собственного большого плавательного, скажем так, опыта, не всегда возможно. И поэтому бывают ошибки при обучении, так как дошкольное учреждение – это вот как букварь, как азбука. Отсюда начинается… мы должны поставить правильную позу, правильное поведение. И если человек сам не обладает такими навыками, то изначально подстройка учебного процесса для него проходит и сложно, и не всегда успешно. Вот именно по этим причинам, мне кажется, что проектная деятельность, которую будет использовать инструктор на своих занятиях, она даст прекрасную возможность не только сделать занятия интересными и разнообразными, но также пополнить свою профессиональную копилку как специалиста. Почему проект? Во-первых, в плавании, как и в физической культуре в целом, проектная деятельность – это не часть какого-то одного занятия, и это даже не одно занятие. Это более длительный педагогический процесс, направленный на достижение интересного, уникального результата. Приоритетом в любом случае будет обучение плаванию, повторение правил поведения на воде, техники безопасности. Но реализация проекта позволит максимально интегрировать занятия по обучению плаванию в другие познавательные области, такие как, например, художественно-эстетическое развитие, музыкальное, которое включает в себя музыкальное развитие, рисование, речевое развитие, формирование словаря, ознакомление с художественной литературой и развитие связанной речи, познавательное развитие – это ознакомление с окружающим социальным, природным, предметным миром, сенсорное развитие, формирование элементарных математических представлений. И очень немаловажное, конечно, это социально-коммуникативное развитие, формирование основ безопасности жизнедеятельности, трудовое, гендерное воспитание, нравственное и патриотическое. Еще очень немаловажный фактор, где находить вдохновение педагогу при выборе темы проекта, выбора инструментов для его реализации. Здесь может быть несколько источников, которые, допустим, я использовала в своей работе. Это личный опыт педагога, неожиданные рабочие ситуации, либо ситуации из личной жизни, семейные проблемы и необходимость их решения, интересные факты, которые мы где-то прочитали, где-то увидели, просмотрели мультипликационный фильм, научно-популярный, возникла идея, и хочется эту идею как-то интегрировать и реализовать. Работа по специальности, но в различных учреждениях. Например, на моем опыте я работала и в УЗИ со студентами, и как фитнес-тренер, и в дошкольных и школьных учреждениях. Везде различный контингент, различное оборудование, различный инвентарь. Ты можешь подсмотреть, как работают твои коллеги. Ты все время повышаешь свой опыт, и потом этот опыт можно передать и реализовать на каком-то определенной группе, на каком-то определенном контингенте лиц. И изучение, конечно, статистических материалов. Я сегодня вас хочу познакомить, мои слушатели, со своими уже реализованными проектами. Мой самый первый любимый проект – это «Времена года». Я его очень люблю, потому что он мой первый, я не сразу к этому пришла. Идея для него стала посещение занятий других педагогов в физкультурном зале, музыкальные праздники, которые проводились. Я сидела, смотрела, как дети с интересом реагируют на то, что им предлагается, как они выполняют определенные задания. При выполнении этих заданий они не безликие, не безмысленные, они имеют какой-то познавательный интерес. И я подумала, почему бы это не попробовать в плавательном бассейне. Цель моего проекта «Времена года» было уйти от монотонных занятий, потому что, в принципе, плавание, оно немножечко однообразное. Раз, два, три. Первый, второй. Раз, два, три. Дох, выдох, присели, встали, ножки вверх, вниз и так далее. Я подумала, если добавить максимум положительных эмоций, а также интегрировать другие познавательные области, такие как окружающий мир предметный и природный, то мы повысим социально-коммуникативное развитие. Мой проект включал, вот здесь на фотографиях видно, тематическое украшение бассейна. Иногда это было украшение и работами самих воспитанников, где они рисовали, выполняли аппликацию. Ну, на одном из коллажей, вот видно, одна стена, у меня всегда была украшена работами наших воспитанников. Подбор тематической музыки для проведения разминки как на суше, так и разминки в виде аквайрубики в воде. А также все эстафеты и тематические игры тоже сопровождались под определенную тематическую музыку согласно каждому времени года. Дальше делался подбор игр эстафет, например, сбор урожая, ручеек, украшение елки и так далее, в зависимости, конечно, от контингента, который ко мне приходил на эти досуги. То ли это старшая группа, то ли это подготовительная, то ли это логопедическая группа. Вот я подошла к логопедической. Именно в этом проекте таким большим интересным моментом для меня стало то, что с большим энтузиазмом ко мне подключился наш специалист, педагог-логопед. Перед началом занятий в воде она проводила беседу с воспитанниками, используя монотаблицы, считалки, пальчиковую гимнастику, работу над звуками. Это был прекрасный тандем и практический опыт именно тесного взаимодействия специалистов. Итогом данного проекта стала интеграция в другие познавательные области, повышение интереса к занятиям и тесное взаимодействие специалистов во время обучающих моментов. Следующий мой проект «Воды без беды». Немного модернизированный проект «Времена года». В начале учебного года я по группам проводила тематические занятия с просмотром мультипликационных фильмов о правилах поведения и технике безопасности вблизи водоемов каждый временной сезон с последующим разбором правильного и неправильного поведения героев. Замечательным пособием стали серии «Смешарики» из цикла «Азбука безопасности» и уроки «Тетушки Савуни». Дополнительно к правилам мы с детьми разбирали еще состояние воды в различное время года. И они рисовали воду в виде капли, лужи, льда, снега, тучи, ручейка. Я собирала эти рисунки и составляла подарочные сертификаты. После каждого досуга самым активным воспитанникам при всей группе я вручала эти сертификаты. И это мило большой интерес у детей. И они в дальнейшем стремились более активно и правильно вести себя на последующих занятиях. Это был такой хороший мотивационный толчок. Еще мной были оформлены, вот здесь на одной из фотографий, видно на 4 времени года, стенды. Эти стенды расположились в центральной части при входе в дошкольное учреждение, когда родители проходят в группы, невольно, видя фотографии своих детей, которым приклеивался текст по правилам поведения, родители останавливались. Конечно, их цеплял взгляд, видя лица знакомых, родных им людей. И невольно они читали текст, который как бы с экрана вещали их дети. По ходу реализации проекта я неоднократно проводила консультации и с родителями во время общих и групповых собраний, открытых занятий по обучению плаванию, о правилах поведения и технике безопасности. Итоговым мероприятием этого проекта стали соревнования по спортивно-прикладной подготовке. Дети не только показывали свои достижения в спортивном плавании, но и в прикладных навыках. Например, мы плавали с дополнительными нетрадиционными плавающими средствами, как пластиковые бутылки, оказывали помощь уставшему товарищу в виде правильной транспортировки пупсиков и куколок. Данный проект объединил в себе такие области, как социально-коммуникативное развитие, познавательное, физическое развитие, то есть формирование представлений о здоровом образе жизни. Еще один достаточно интересный проект. Можно следующую страничку? Вот. Спасибо. Это проект «Звезда», цель которого была повысить мотивацию к занятиям по обучению плаванию. Я только пришла в новый детский сад. Я знакомилась с его специалистами, с его детьми. Было очень сложно в плане пассивности и непроявления интереса как родителей и детей вообще к практическим занятиям. И лучшим мотиватором, конечно, является игра, публичность, награждение, приобщение. Так и задумался мой проект, где я максимально использовала большое количество досугов. Это и экологические занятия, и тематические занятия по правилам дорожного движения в плавательном бассейне, и День защитника Отечества, и цирк-цирк-цирк, игра-игра, и День рождения, и большое количество соревнований для различных возрастных групп. Естественно, для каждой возрастной группы была своя программа соревнований. И потом к концу года у меня были выпускные старты, которые явились таким итоговым тоже большим мероприятием, куда были приглашены максимальное количество детей и родителей, и в такой вот широкой интересной обстановке они смотрели на удачи и неудачи. Что же стало итогом? Итогом это гораздо увеличилось у меня количество детей на занятиях в первой половине дня, увеличилось количество детей в группах дополнительного образования, а по окончанию дошкольного учреждения некоторые родители записали своих детей в секции плавания, что тоже весьма приятно в выборе такой спортивной специализации для меня, как для специалиста, как для человека, который стремился поднять этот данный вид спорта в массы, и в каком-то роде я этого достигла. Вернемся к построению проекта. Чтобы создать проект, мы должны определиться с выбором темы. Выбирая тему, мы уже погружаемся в творческий процесс, поиска и желание улучшить свою деятельность. Актуальность, она выходит из чего? Мы анализируем информацию, те действия, которые проходят на наших занятиях, вокруг нас, по физической подготовке воспитанников, об их готовности к обучению. И мы учимся грамотно определять уже существующие проблемы и пытаемся выстроить цель. Цель – это конечный результат, продукт. То есть по мере достижения цели результат тоже может измениться или подводить к следующей цели. Дальше мы выстраиваем задачи. Начинается период поиска стандартных и нестандартных способов, направленных на достижение цели проекта. То есть сама идет постановочная постановка задач. И гипотеза. То есть мы можем сделать предположение, что внося изменения в нашу педагогическую деятельность, мы изменяем ее в лучшую сторону. И если результаты проекта это показывают, это говорит о том, что проект имел большое практическое и социальное значение. И сейчас вместе с вами мне бы хотелось попробовать вместе выстроить схему проекта. Выбор темы. Для выбора темы давайте определимся с ее актуальностью и социальной значимостью. Конечно, так как я ведущая, для меня вот на данный момент, если бы мне предложили выбор темы, я бы определилась в следующем направлении. Лично для меня и насколько я общаюсь со своими коллегами, в последнее время мы все прекрасно знаем, что у нас есть такое понятие, как инклюзивное образование, доступная среда. К сожалению, эта доступная среда, возможно, для родителей инвалидов, а специалисты моего профиля не всегда готовы полноценно обеспечить данную доступность. Потому что, к сожалению, не у всех у нас есть специальное адаптивное образование. На сегодняшний день я работаю в дошкольном учреждении общеразвивающего вида. У нас нет ни логопеда, у нас нет ни психолога, ни дефектолога, но вместе с тем мы своего рода доступная среда для детей, которые могут посещать наш детский сад. И если честно, не совсем мы готовы проводить занятия воспитателей в группах. И я, как специалист в спортивном зале, тем более в плавательном бассейне, если мы говорим о групповых занятиях. Конечно, хотелось бы рассмотреть, если такое уже мероприятие имеет место, не вот именно определиться с проектом и с темой, и актуальностью, которая создается на сегодняшний момент, что бы я могла сделать? То есть постановка моей цели. У меня вот на сегодняшний день есть четыре варианта. Это создание каких-то методических рекомендаций, пособий для инструктора по работе с детьми с ОВЗ. Второй вариант – это достижение воспитанников, имеющими ограничения в здоровье какого-либо определенного уровня. Составление комплексов упражнений, направленных на поддержание и коррекцию данных детей. И обучение. Мое личное переквалификация, то есть повышение моих компетенций в данной области. Через что бы я могла бы это реализовать? Какая бы у меня была бы постановка задач? Это изучение медицинских карт воспитанников, установление контакта с воспитанником, потому что в некоторых случаях, если это дети, допустим, не с проблемами зрения, слуха, ДЦП, а именно дети аутичного спектра с нарушением интеллектуального развития, с ними очень сложно наладить контакт, он не бывает сиюминутным и сиюмоментным. Для этого нужно время и все-таки помощь как и ведущего воспитателя, который большую часть проводит с данным ребенком, так и помощь родителей. Здесь мы тоже сталкиваемся с такими проблемами, что родители не сильно стремятся идти с нами на контакт. То есть детей привели для себя, они обозначили, что там доступная среда, и какой-то такой взаимной помощи и обратной связи в принципе не всегда наблюдается, и очень сложно выстраивать в дальнейшем какие-то свои действия, потому что боишься и не навредить, и боишься сделать какие-то ошибки, которые могли бы привести, может, не всегда к приятным последствиям. Следующие-то вот консультации со специалистами, с психологами, логопедами, дефектологами, родителями, оформлением маршрутных листов, переход на индивидуальные занятия с данными воспитанниками, включая в занятия разные подходы и использование различного инвентаря и оборудования. Например, был небольшой опыт работы с детьми с нарушением интеллекта. Для них очень важно, кто с ними, чтобы у них был определенный кредит доверия, и очень для них важно, какого цвета, размера и формы инвентарь использовался с ними на занятии. Итак, подводя итоги моего сегодняшнего выступления, я бы хотела сказать, что проектная деятельность в нашей работе как инструктора по физической культуре в дошкольных учреждениях может нам помочь объективно оценить свой профессиональный уровень, более разнообразно и интересно вести педагогический процесс, максимально использовать стандартное и нестандартное оборудование, творческий подход к построению занятий и увлеченность выбранной темы подводит к сбору информации, которую можно использовать при подготовке к занятиям и повысить свои компетентностные навыки. Вот, в принципе, основные такие моменты, которые бы я хотела поделиться сегодня на своем вебинаре. Хорошо, давайте тогда перейдем к вопросам. Вот первый вопрос от Елены. Здравствуйте, где вы берете идеи для своих проектов? Идеи... Я немножечко повторюсь. Первая идея, то, что касается первого моего проекта «Времена года», это то, что... Тогда нужно немножко рассказать о себе. До работы в детском дошкольном учреждении я работала преподавателем вуза. И у меня 20-летний опыт работы со взрослыми детьми, да, которые уже знают, ну, назовем их дети, подростки, молодые люди и так далее, которые уже определились, куда идти, куда двигаться в своем профессиональном выборе. С ними было достаточно просто. И когда я пришла работать в дошкольном учреждении, я немного растерялась. Потому что однообразие занятий, которые прописаны в методических рекомендациях, они не ведут к популяризации данных занятий. И много было таких пробелов, которых я знала теоретически, но не знала практически. И я стала ходить к своим коллегам на занятия. На занятия в группу, на занятия в музыкальный зал, на занятия в другие детские сады. И я подсматривала, я увидела, ага, как интересно там обыграли, как интересно там. Я потом этот перенос сделала на свои занятия. Потом я случайно была на семинарии, и одна из моих коллег выступила с темой по безопасности. Она раскрывала тему безопасности поведения в лесу, ядовитые, не ядовитые грибы. Я сидела и думала, безопасность, общее понятие, да, есть же безопасность поведения на воде. И оно не сводится только к нахождению детей, в плавательном бассейне. Дети потом с родителями едут отдыхать на море, на озеро, на реку, в аквазоны, в аквапарки. И подняла статистику, и там в статистике говорится, что по несчастным случаям утопления стоят на втором месте по России. 15 тысяч в год. У нас детей до 14 лет погибают в автокатастрофах, а 8-9 тысяч детей тонут. Ужасная статистика. Я поняла, что это тот, наверное, момент, который бы хотелось бы изначально вкладывать в голову детей, и чтобы дети через свои знания подтягивали родители. Родители не смотрят, да, как и где они находятся. Это места для купания или не для купания. А ребенок, который побывал на моих занятиях, проявил активность, и мы смотрели и мультики, и рисовали, и обсуждали, и обыгрывали это в играх. Он знает. То есть я подошла к обучению родителей через обучение детей. Ну и проект «Звезда» — это мой личный опыт, потому что там увидела, там посмотрела, поработала в оздоровительном лагере, там еще посмотрела. То есть чем больше у меня был ракурс моих таких профессиональных компетенций, тем легче потом, наверное, реализовать в работе с маленькими детьми. Да, вот сейчас есть следующие вопросы, и они похожи. Вот Татьяна говорит, что очень хорошая связь со специалистами у вас в учреждении. Инна спрашивает, расскажите о роли специалистов вашего учреждения в проектной деятельности. И также вот есть, кто оказывает вам помощь в организации и оформлении проектов. То есть кто вам помогает. То есть все эти три вопроса, они немножко... Да, они взаимосвязаны, я согласна. К сожалению, я поменяла место работы. На предыдущем у меня был детский сад комбинированного вида, и у нас там был логопед. Шикарный специалист, это и приятный как человек, и как специалист, готова всегда к каким-то новым таким открытиям для себя. Мы с ней тем более ровесники, мы нашли много общего. И даже в обеденный перерыв за чашечкой чая мы делились, я своими проблемами, она своими проблемами. Мы нашли точки соприкосновения, давайте попробуем. Попробовали вначале на логопедических группах, потом это сделали перенос на группы обычные, общеразвивающего типа. И у нас даже с ней созрели планы. Мы хотели выстроить программу по занятиям в воде в группах у детей, логопедических группах. То есть немножечко поменять программу для детей, которые не логопедии, для детей, которые логопедии. К сожалению, в моем детском саду, я повторюсь, кроме музыкального руководителя, и меня специалистов больше нет. И на сегодняшний момент, пока вот такой тесной связи, кроме досугов на улице, которую мы вместе организуем с музыкальным работником в летний период, особо нас нет. А оформлять в плане оформления тематического бассейна и спортивного зала здесь помощь, конечно, только воспитатели. Воспитатели, активных родителей, которые рисуют, лепят вместе со своими детьми. Эти работы тоже хочется показать и лишний раз их выстроить. То есть большую помощь оказывают и воспитатели в меньшем количестве родителей. Ну и получается, что дети, потому что их работы висят, они проявили тоже своего рода интерес к данным мероприятиям. Большое спасибо, Елена. Спасибо. Мы переходим к следующему спикеру. Но прежде чем мы перейдем к следующей теме, я бы хотела напомнить о небольшой, но очень интересной возможности. Это про сертификаты. Вы можете их заказать на нашем сайте за небольшую плату. И кто наберет 10 сертификатов, получает диплом Народного университета детства. А сейчас... Так, мы переходим к следующему спикеру. Это Елена. Мы вас приглашаем в эфир. Как раз будет про дети, родители, детский сад. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вам слово. Начинаем наш с вами разговор. Итак, тема, которую я послушала очень с большим удовольствием предыдущего, своего коллегу, она задевала несколько раз вопросы о том, как строятся отношения с родителями, каким образом все эти моменты влияют на нашу работу. И я хотела бы поговорить с вами о том, что же такое социальное партнерство и некоторые практические моменты социального партнерства. Очень кратко о себе. Я работаю заведующим кафедрой дошкольного и начального общего образования в городе Кургане в Институте развития образования и социальных технологий. Являюсь кандидатом психологических наук. Училась я в свое время в Москве у Алексея Михайловича Матюшкина в лаборатории одаренности. И работа моя была посвящена такому длительному ландитудному исследованию креативности детей именно дошкольного возраста со второй младшей по подготовительной группе. Я думаю, что вам, если вы захотите посмотреть, вам не составит труда посмотреть, если следования в интернете есть и не открыты. Итак, вот этот вот вопрос, вопрос социального партнерства. ФГОС очень хорошо в свое время расставил эти моменты по местам. Почему? Потому что раньше были проблемы, проблемы какого рода. Детский сад в 90-е годы во время перестройки, он очень сильно оказался довисим от родителей. То есть вот эта вот ситуация, приведут ли к нам родители своих детей, каким образом эти самые родители будут с нами выстраивать отношения. и очень серьезно мы стали зависеть от требований родителей. То есть появился вот тот самый момент, связанный с тем, что родитель является собственно заказчиком образовательных услуг. То есть перевод на такие вот очень неправильные в определенной степени рельсы, когда образование вдруг стало таким продуктом, которые так или иначе мы должны были продавать. Итак, вот посмотрите. И в этот момент многие родители, они перешли на не совсем правильный вариант общения с нами. И мы поддались на это. То есть родители говорили, а мы покупаем путевку, мы приходим, приводим своего ребеночка, и мы хотим, чтобы за эти деньги, за эту путевку, ребеночек наш умел очень многое, и начинали перечислять. То есть по большому счету те люди, которые занимались развитием ребенка достаточно длительное время, понимали в этом очень хорошо, они вдруг оказались в ситуации, когда люди, родители, начинали диктовать. Самое плохое, они начинали потом приходить и спрашивать о том, а что вы сделали? При этом не пытаясь вложить вложить в своего ребенка. Но мы же с вами прекрасно понимаем, мы понимаем с вами, что самые значимые люди для ребенка дошкольного возраста это родители. И даже если детский сад очень хорошо работает в жизни ребенка, когда собственно речь идет о том, что ребенок у нас принесет. Педагоги могли работать в течение нескольких недель, но при этом, когда родитель перечеркивал все дома, получалось, что ситуация является не самой правильной. Итак, давайте посмотрим с вами. Когда мы говорим о том, что же такое социальное партнерство, которое собственно взял тот самый стандарт. Это та самая система институтов, механизмов, ну и так далее, которые собственно основаны на равном сотрудничестве. То есть самые значимые люди для ребенка, родителей и воспитателей детского сада, они оказываются в равноправном сотрудничестве. Что это значит? Это значит, что нам с вами, как профессионалы, для родителей, видите, не писан в принципе профессиональный стандарт, а родители – это любители. Мы с вами, мы профессионалы, для нас написан профстандарт, для родителей он не написан. Но при этом мы являемся равноправными партнерами в жизни ребенка, в том, как он будет развиваться и так далее. Мы с вами прекрасно понимаем, что для того, чтобы у ребенка все было хорошо, в него должны вкладывать в первую очередь именно родители. Но вот эта вот ситуация, которая существовала тогда еще в 90-х годах, ситуация перестройки, она в принципе привела к чему? Потому что очень многие родители стали говорить, именно система образования и педагог должен отвечать за все. Вот вы его научите, а мы уж так и будет, придем проверим, как вы его научите. Но это неправильная ситуация. Почему? Потому что если родители не вкладывают в своего ребенка, то главное это в принципе не только родители. Наверное, очень важно не воспитать своего ребенка правильно. И в этом отношении детский сад это очень замечательная помощь родителям в том, чтобы формировать родительские компетенции. Если мы говорим с вами о той самой родительской компетенции, то в этом случае мы должны с вами сделать ее для себя, вы будете попытаться, что же такое ответственное родительство. А ответственное родительство это сознательный отказ, отчасти своих личностных свобод. Вот как мне грустно звучит, но это на самом деле так. То есть я отказываю себе отчасти своих личностных свобод, потому что моему ребенку требуется мое время. Время у нас у всех очень дорогое. Но когда мы рожаем ребенка, мы должны очень хорошо понимать, что именно в дошкольном возрасте наш ребенок в наибольшей степени нуждается в нас. Этот момент захватывает еще начальную школу немножко. Ну то есть где-то до 8-10 лет ребенок очень сильно зависит от родителя. И давайте посмотрим, вот когда мы говорим о родительской компетентности, если речь идет о совсем молодых родителях, которые в принципе родили первого ребенка, и этого первого ребенка привели к нам в детский сад. Вот умеют ли они с нами сотрудничать? Наверное, все-таки не очень хорошо они умеют это делать. Почему? Потому что сотрудничество это всегда определенный опыт. Но в большинстве случаев они открыты для сотрудничества. И если мы как профессионалы идем к ним на встречу, то в этом случае наше сотрудничество оно в принципе удается. Давайте посмотрим, зачем это все нужно. Вот не случайно было мной сказано, что первая стрипка в развитии ребеночка дошкольника это все-таки родители. Родительская компетентность, которая вытекает соответственно в родительство, это все самые личностные возможности родителей. Вот здесь мы с вами оказываемся в очень интересной ситуации. Мы с вами как профессионалы достаточно много знаем. Знаем о том, как организовать взаимодействие ребенка, каким образом можно его обучать как выставить ребенка. Каким образом организовать среду для этого ребенка. Все эти моменты мы с вами достаточно хорошо знаем. Разные особенности мы знаем. Но у родителя тоже есть свои приоритеты, свои важные знания, умения. Он знает лучше всех своего ребенка. Он по большому счету может поделиться с нами теми самыми индивидуальными особенностями. То есть он эти вещи не всегда четко понимает. Почему? Потому что говорят, что в конечном итоге только с появлением следующих детей можно стать по-настоящему компетентным родителем. Потому что в этом случае ты получаешь понимание о разнообразии. Здесь же родители он привел первого ребенка в детский сад. И вот через социальное партнерство он учится действительно быть действительно хорошим и правильным родителем для своего ребенка. Давайте посмотрим, что значит эффективно взаимодействие. Здесь я хочу немножко остановиться на том, что есть понятие действительно правил. Правила они пронзают нашу жизнь, они все время с нами, они никуда не могут среться, но к этим правилам надо очень правильно относиться. То есть правила они на самом деле для того, чтобы нашу жизнь облегчить, чтобы сделать ее более понятной и более комплективной. Вот если посмотреть, если мы говорим с вами о том, как же собственно и кто должен устанавливать эти самые правила. Здесь я говорю о разграничении. То есть у нас было с вами темы заявлены, что мы разграничиваем какие-то моменты, которые связаны с первой ответственности семьи и первой ответственности детского сада. Так вот посмотрите, если мы берем с вами ребеночка, который живет дома и ходит к нам за спитат в нашу с вами дружесть, то когда мы говорим о группе, то в группе хозяева воспитатель и дети. При этом главный воспитатель. Почему воспитатель главный? Потому что именно воспитатель отвечает за самую правильную. А когда мы говорим о доме, то там главный, там у нас хозяева родители и дети. И главные родители. Они отвечают за правила как взрослые люди. Нет, эти правила формулируются как правила совместной семьи, но все-таки отвечают за взрослые люди. Так вот посмотрите, когда родитель приходит в детский сад, он приходит на правиль детского сада. Когда мы с вами пойдем в гости к семье, то мы придем и выясним какие правила семьи. И будем так или иначе взаимодействовать на этих правил. Так вот давайте посмотрим, что значит покупать эффективное взаимодействие. На самом деле есть определенные принципы построения социального партнерства семьи. Их на самом деле намного больше, чем четыре. Я выбрала те, которые собственно в большей степени реализуют воспитатели. Итак, взаимное доверие, взаимопомощь педагогов и родителей. И вот здесь первую скрипку конечно же играет педагог. Почему? Потому что именно педагог предлагает ту систему взаимоотношений, которая приводит к тому, что родители чувствуют, что их взаимодействие прозрачно. Прозрачно это значит, это значит воспитатель установил дистанцию, правильную дистанцию между собой и родителями. Но вы прекрасно понимаете, что понебратство оно недопустимо, что в принципе как-то особенно дружить с родителями группы, пока ребенок входит в эту группу, даже если это друзья, ни в коем случае нельзя, потому что это нарушает тот самый баланс. Ведь воспитатель точно так же, как для деток, он один для всех. И для родителей он тоже один для всех, но если два, то два для всех. Но так или иначе, они относятся абсолютно равноправно ко всем родителям группы. Что значит взаимное доверие? Взаимное доверие обеспечивает прозрачность. Что значит прозрачность? Это значит, что у родителя нет ощущения, что от него что-то скрывается. Я приведу вам пример о том, каким образом сделать, чтобы у родителей не было такого ощущения, что это может скрывать. Это ситуация, например, с тем самым договором, который родитель должен прочитать при приходе ребенка, должен подписать. Этот договор должен быть написан очень правильно, нельзя брать чужой договор и его подписывать. этот договор должен отражать то, что собственно предлагает образовательная организация. И вот этот договор необходимо прочитать вместе с родителями, когда речь идет о первой нашей с ними встрече. Вот они пришли, они готовы, они не знают, как еще сотрудничать, а мы им раз и предлагаем, мы им рассказываем, в руки даем тот самый маркет, те, кто выделили, даем ему их вариант договоры, в котором они помечают вместе с нами и самый важный момент, прочитывают с нами текст, текст этот идет на большом экране, у них перед собой лежат эти договоры, они выделяют маркером этот текст. Вот зачем этот текст? Это за тем, чтобы спорная ситуация, она возникала реже. Почему? Потому что многие спорные ситуации возникают именно в том случае, что родители не прочитали текст договора, они его просто не прочитали. А когда она уже возникла, эта сложная ситуация, конфликция, то там ее разрешить гораздо более сложно, чем в том случае, если родители знают. И вот этот текст он забирает с собой. А подписывают чистый договор, и он остается в детском саду. Взаимопомощь это значит, мы не враги друг к другу, мы на самом деле действительно являются друг для друга очень полезными. Что это значит? Это значит, что если родители имеют право не рассказывать нам о диагнозе своего ребенка, то мы должны его замотивировать и консервировать. Почему? потому что если мы посчитаем количество часов, которые ребенок проводит с нами в детском саду и дома с родителями, в бодрствующем состоянии, мы вдруг выясним, что в детском саду ребенок находится больше. А это значит, что воспитатель должен очень четко знать, что с ребенком может быть, как это можно купировать, что в этом случае сделать. Если он не будет найти автор ребенка, то может все очень грустно закончить. Позитивный настрой на общение. Вот это ситуация, когда воспитатель предлагает позитивный настрой на общение. То есть воспитатель на уровне своего профессионализма в момент очень хорошо и правильно делает. Например, тот самый воспитатель очень четко смотрит, родители разные, все разные, при этом очень многие родители ведут себя как маленькие дети. Кто-то идет в полный контакт, все время спрашивает, как ребенок, каким образом, что он поел, как он тебя ведет, а кто-то стоит в сторонке на контакт, не идет. Так вот, воспитатель и его профессионализм в том, чтобы четко знать, что если кто-то не идет на контакт, то, например, в пятницу или в четверг надо подойти к нему самостоятельно и проговорить что-то о ребенке, потому что иначе возникает смысл, ага, вот с теми больше общаются и больше людей. А с теми не общаются, и родители не думают о том, что это он и другая контакт. То есть это тот самый профессионализм педагога. Давайте посмотрим на то, что значит индивидуальный подход к каждому ребенку и каждой семье. Это значит, что мы очень серьезно и правильно относимся не только к индивидуальности ребенка, но и к индивидуальности семьи. Правильно? Это значит, мы берем и дополняем этой индивидуальностью наш замечательный процесс. Только используя вот эти все моменты, то есть тут я вам могу сказать, что конечно необходимо знать каждую семью. То есть есть определенные классификации семей, то есть основания для классификации. Знание здесь очень облегчает нашу с вами жизнь. Вот я смотрю, звук теряется, но делать ничего не могу. Извините, коллеги. То есть я очень стараюсь поближе немножечко еще к микрофону, но возможно это интернет. Ну еще один момент. Это сотрудничество, а не наставничество. что это значит? Это значит, что когда мы кого-то пытаемся получать, а родители это взрослые люди, то ничего хорошего не получают. Очень важный момент это вовлечь родителей в свою совместную семью деятельность. И вот здесь я хочу рассказать еще немного, у нас очень мало времени, рассказать немного о том, что же собственно детский сад делает для семьи, для ребенка. А делает он очень много. Если бы не детский сад, то в большинстве случаев у многих родителей были бы очень серьезные проблемы. Так, именно детский сад повышает родительскую компетентность того или иного родителя, той или иной семьи. Причем я могу точно сказать, именно семьи. Почему? Потому что, ну давайте честно, на собрание очень часто ходят именно мамы. В детском саду работают воспитатели женщины, а где же у нас отцы? А вот если правильно работает воспитатель, и мы четко понимаем, что ребенка не родитель должен прийти на собрание, а должна прийти семья и мама и папа. И что мама и папа обязательно должны участвовать вместе в развитии ребенка, то вот в этом случае мы собственно учим их совместным моментом, ну такой совместной деятельности. На самом деле родители у нас хорошие, они просто часто не знают, что делать с ребенком и каким образом собственно заниматься чем-то общим. Мы на самом деле можем вам сказать, мы проводили исследование одно очень интересное в рамках нашего взаимодействия с детскими садами. Это методика методика «Шесть кукок». То есть мы посмотрели, как дети видят семью. Знаете, ужас в чем? Ужив в том, что дети, дошкольники как общую семейную деятельность не называют ничего. А совместную деятельность папы и мамы, они говорят, что они едят вместе и иногда стенд и все. На самом деле, мы же с вами прекрасно знаем, что именно детский сад часто в семье позволяет привить те самые позитивные традиции семейного, ну, либо группового взаимовесия. То есть сюда как раз и выходит повышение родительской компетентности, формирование ответственного родительства. У нас в детских садах у родителей есть так называемый дневничок, дневничок родительского роста. То есть это та самая тетрадочка, в которой они работают на родительских собраниях. Эта тетрадочка сквозная, она заводится в момент, когда родители приводят ребенка в детский сад. Она идет с ребенком на протяжении всего времени, причем изначально она хранится в группе детского сада на определенной специальной полочке, и родители берут ее на собрание, либо, когда хотят посмотреть, что они там писали на собрание, сделали или отмечали, они, собственно, могут взять в этой полочке и посмотреть, пока ребенок например одевается. В какой-то момент в старшей подготовительной группе эта тетрадочка переезжает в шкафчик ребенка. И родители, идя, например, на консультацию, педагога-специалисты, берет эту тетрадочку, она не ходит туда-сюда. Родители очень часто забывают на самом деле эти самые тетрадки, когда она живет в детском саду, вот родители, которые приводят потом второго ребенка, они говорят, мы по этой тетради, которая у нас была с первым ребенком, по этому земничку, сейчас растим своего собственного второго ребенка, и нам очень сильно это помогает. Педагогическое просвещение, но здесь детский сад у него не отнять никаких привилегий детский сад очень хорошо посвящает родителям. Главное, чтобы это просвещение было не только теоретическим, но и практическим. На любом родительском собрании родители должны клеить, выстригать, ну и так далее. Я так понимаю, что время у меня потихоньку подходит к концу, судя по появлению Полины, ну, немножечко ускорили. Кроме того, это обязательная совместная, совместный поиск решений и педагогическое информирование. То есть вот этот вот момент важный. Плюсом туда же идет это создание условий для ребенка дохода. Все эти моменты являются очень важными в нашей жизни и в жизни ребенка в том числе. Потому что если мы организуем правильное ребенок, то мы получаем максимальный выход именно в нашем с вами взаимодействии. Так, ну я посмотрела насчет вопросов тут у нас... Да, коллеги, можно задавать вопросы. Вот здесь Галина отмечает, что она на своих занятиях использует упражнения «Что я делал? Где я был?» где дети рассказывают о том, что вчера делали после детского сада и где были. Очень информативно. Татьяна, на ваш взгляд, какие самые эффективные формы взаимодействия выстраивают педагоги вашего детского сада, кроме тетради? Хочется примеры практики? Да, 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 я могу сказать, что это не только наш детский сад, у меня их очень много, этих самых детских садов. У нас есть проект, очень серьезно работающий, это проект, связанный с ответственным отсутствием и ситуация, когда именно папы входят в жизнь детей. Каким образом мы работаем с этим проектом, например, у нас есть зарядка с папой, у нас есть варианты, когда папы приходят вместе с детьми ремонтируют что-то на площадках, у нас есть момент папа для всех, вы сами же понимаете, что очень часто бывает так, что семья неполная, так вот папа может быть для всех детей группы на данный момент. Кроме того, у нас есть такие моменты, как совместные проекты, совместные проекты семьи и детского сада. То есть вот здесь мы не уходим в то, чтобы это были именно проекты семьи, семьи и детского сада обязательно. Кроме того, это подключение родителей к жизни ребенка. Ну и плюс еще, я вам могу сказать, очень важный момент, это как родители себя ведут на тех самых праздниках, да, у нас есть очень много праздников, и когда родители приходят, каждый приходит со своим телефоном, сидят, смотрят, что нужно ребенку, ребенку необходимо, чтобы мы хлопаем. Поэтому вот эта вот ситуация, когда мы приглашаем родителей, когда родители очень четко у нас принимают те самые моменты, вы приглашены как зрители, когда обязательно решается вопрос о том, как будут сниматься эти самые праздники, и родители действительно хлопают. Самое интересное, они на самом деле стали видеть, что же делают детки на том самом празднике замечательном, да, то есть вот эти вот моменты являются очень важными. И на самом деле еще один момент хорошо работает, это когда ребенок как хозяин приглашает родителя в гости, в группу ли, на праздник ли, это надо видеть, как эти самые дети отмечают своих родителей, да, то есть когда они говорят куда идти, как тебя вести, вот эти вот моменты. Ну и плюс у нас работает еще различного рода лектории, да, то есть когда родители могут ходить в родительские клубы, причем родительские клубы именно такой практической на самом деле. Вот самое главное, что многие родители, они много знают достаточно, но они очень часто мало уже делают руками. Мы вот делали недавно такую вещь, как вспоминали бумажных книг. В группе была чудесная девочка, которая все время рисовала у нас белье на белье. Шолмик, шолмик, веревочка между и белье везде сушится за прищепочкой. Причем белье, ну не белье там одежда, там наряды, красиво, очень замечательно. Но стали думать, что такое, ребенок не очень готов рисовать человека. Он считает, что он подходит одежду более красиво. И вот тогда родителям был предложен проект создавать бумажных книг. Они сделали кукол бумажных. Мастые куклы, те, которых мы с вами в свое время в детстве наряжали. Вот эти вот самые ребятишки, вернее родители изначально папы создавали кукол для своих дочерей. И они сделали свои грудки, в том числе мальчиков, мальчиков, девочек, вот этих кукол. И самое-то главное, знаете, потом заработала отель, бумажные объекты, вот эта девочка выполняла роль дизайнера для всех этих кукол. У нее папа пошел еще очень далеко. Он придумал магнитики, за которые, ну, то есть, цепляется это самое платье, просто заворачивающиеся уголки. И вот таким вот образом, то есть, гордость за того самого папу, за ту самую маму и совместное дело. Главное это сомнительная девочка. Руба селиться вручную. Нарисовать-то, в общем, может практически каждый ребенок. Шить не всегда может ребеночек. Но и шить тоже здорово и замечательно. Такие поделочки мы тоже делаем. Так, все вас благодарят за интересный вебинар. А у меня тогда, я могу, наверное, задать вопрос. конечно. Вы рассказали про дневник родительского роста. Да, да, да. То есть, что там отмечается? То есть, там родитель сам делает пометки? Вот этот дневник родительского роста, это то, что ходит с родителем на родительские собрания. Причем, очень четко проверено, что одно собрание это один листочек. И обязательно должны быть какие-то действия. То есть, они не просто записывают, это не конспекты. Они, например, рассматривая тему эмоциональное благополучие ребенка трех лет, они составляют цветочек, которые подписывают, то есть, приклеивают, подписывают. У них получается такой мини-графический комплект того, что такое эмоциональное благополучие в три года. То есть, родитель таким образом растет. Они делают кукол из бумаги, они делают мебель для кукол из коробок из-под обуви. Ну и так далее. Родители действительно живут ребенком одной жизни. В этом отношении им помогают детки. Вам спасибо большое, уважаемые коллеги. Мне было очень приятно с вами сотрудничать. Опыт замечательный, правда. Спасибо, Датьяна. Ну тогда большое вам спасибо, Елена, за интересную тему. Всего вам хорошего. Всего доброго. Коллеги, спасибо вам большое, что вы были сегодня с нами на юбилейном пятом вебинаре Народного университета детства. Увидимся в четверг в два часа по московскому времени. На нашем сайте вы можете переходить на трансляцию и оформить сертификат. Всего вам доброго. До четверга.